Первый день форума регионов Беларуси и Узбекистана сельхозведомствами двух стран подписано соглашение на общую сумму 4 миллиона долларов. Среднеазиатская республика заинтересована в кооперации в области селекции, а также в создании совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов. Сейчас Беларусь поставляет в Узбекистан мясо птицы и говядину в широком ассортименте молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, бокалею, товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между странами в прошлом году вырос практически на 60 процентов и достиг 30 миллионов долларов. Сложные погодные условия требуют ускорения темпов всех технологических процессов в полях. Для этого на базе Центра по механизации сельского хозяйства в Национальной академии наук разрабатывают новые высокопроизводительные машины для аграриев. Это не только зерноуборочная техника, но и машины для заготовки кормов, прессовки, тюков и уборки соломы с полей. Сразу после уборочной кампании начнется не менее ответственный период, подготовка почв и посев озимых культур. Ученые уже завершили испытания ряда машин и манипуляторов нового почвообрабатывающего комплекса и сейлок увеличенной производительности. Минск принял 32-й чемпионат Европы по китайским шахматам сянцы. Этот интеллектуальный вид спорта широко распространен не только в Поднебесной, но и во всем мире. В сянцы играют более полутора миллиарда человек. Среди мужчин 2-3 места заняли белорусский шахматисты Сергей Корчицкий и Павел Павлович. В турнире «Женщин бронзу» выиграла мячанка Дарья Комарова. Рекордным турнир стал и по количеству молодых участников в группе до 18 лет 12 юных гроссмейстеров. В этой номинации у белоруса Владислава Харламова второе место.